24 мая во всех странах, где живут славяне, отметили День славянской письменности и культуры. В праздновании могли принять участие кировчане. На театральной площади прошел концерт. Подобные праздники состоялись на главных площадках всех регионов России. Подробности у Кирилла Сосолятина. Слава вам, Россия, славяне, просветители! Народные песни и произведения конкретных композиторов, гимны и детские песенки, композиции разных времен, но все русские и о России. Каждая наполнена патриотизмом и любовью к родине. 24 мая с такими же программами прошли концерты в каждом регионе в рамках Всероссийской акции, посвященной Дню славянской культуры и письменности. Значение этого праздника и смысл подвига и трудов Кирилла Мефодия не исчерпывается только объединением славян. Он гораздо шире и важнее. Все-таки Кирилл и Мефодий создавали азбуку прежде всего для того, чтобы мы с вами могли прочитать Евангелие на родном языке, чтобы мы могли обратиться к Богу на родном языке. Мы могли прийти в храм и услышать богослужение и песнопение на родном языке. Они создавали азбуку для того, чтобы мы пришли ко Христу. В праздничном концерте приняли участие студенческие творческие коллективы профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, отдельные хоровые коллективы детских школ искусств города Кирова, хор городского клуба ветеранов, а также большой сводный хор лучших учащихся музыкальных школ, детских школ искусств и общеобразовательных учреждений. Всего на сцену в этот день вышло более 600 человек. В этом году День славянской письменности и культуры впервые отметили концертом. Раньше центрами праздничных мероприятий были кировские вузы. Возможно, новый формат привлечет к празднику больше кировчан и сделает его популярным в нашем регионе. Кирилл Сосолятин, Денис Тружков, Вести, Кировская область.